Всем привет, ребят! Ну что, мы тут как бы в долгий ящик все не оттягивали, не откладывали, помните, да, мы вот это собрали мотор, увеличили степень сжатия, увеличили компрессию и, сами понимаете, да, помните, на чем в прошлый раз мы заканчивали, на такой компрессии и на бензине заводить двигатель, ну, скажем так, опасненько, потому что он действительно может сам себя разрушить, но у нас есть замечательное топливо, ДТ, неважно, зимнее, летнее, в боксе нам пофигу, и у нас был когда-то микроавтобус, два СТ, двигатель на нем был, у нас осталась топливная аппаратура от него, и поэтому предлагаю, что, ну, это же бензиновый двигатель, мы уже как-то из дизельного двигателя делали бензиновый, а вот из бензинового дизельный еще пока ни разу не делали, да и многие просили, в общем, вот движок, все, сейчас тут все сделано по максимуму, что можно было выжать из этого двигателя, поэтому предлагаю, что достаем форсунки, достаем топливный насос, устанавливаем, как-то подключаем, размещаем здесь форсунки, все дела, ставим бак, свечи накала, возможно, но я думаю, они не нужны, потому что здесь у нас тепло, мы же не на улице в мороз его заводим, в общем, делаем из бензинового двигателя, дизельный, в общем, и если он заработает, ну, в чем мы, в принципе, практически не сомневаемся, то поставить его в автомобиль и прокатиться, посмотреть, как он будет работать на низких оборотах, как он будет на высоких, что у него произойдет с тягой, то есть, ну, насколько мы знаем, что дизельные моторы, они же на низах очень хорошо тянут, соответственно, что же будет происходить, в общем, погнали. Ребят, как вы все прекрасно знаете, мы часто занимаемся отмывкой внутренних систем и узлов двигателей, и нам всегда помогают продукты от компании Лавр, например, мы часто используем вот такой пенный очиститель деталей, это профессиональное средство для быстрого удаления сложных загрязнений с деталей двигателя и промышленного оборудования, этой пене нужно всего лишь две минуты, чтобы расщепить любые загрязнения, и не нужно быть профессионалом, чтобы быстро отмыть всю внутрянку, нужно просто иметь очиститель деталей от Лавр в своем гараже, кстати, данное средство не вредит алюминию, поэтому спокойно используйте его и наслаждайтесь результатом. А вот такая пятиминутная промывка масляной системы Лавр отлично подойдет при замене старого масла. Во-первых, уже много лет мы ее используем даже на своих автомобилях, во-вторых, промывка очищает систему смазки от отложений, образовавшихся в процессе езды, послойно отмывает загрязнения в масле и безопасно выводит их, при этом не забивая маслоприемник и каналы. Средство препятствует закоксовыванию ЦПГ, освобождает все внутренние гидроприводы и увеличивает срок службы нового масла на 10-20% за счет уменьшения не сливаемого остатка. Промывка безопасна для резиновых деталей и совместима со всеми видами моторных масел. Подходит для всех систем смазки бензиновых и дизельных двигателей. Все продукты Лавр можно приобрести на маркетплейсах Озон, Валберис, Яндекс.Маркет и других. Рекомендуем всем попробовать и самостоятельно убедиться в качестве продукции Лавр. А по промокоду в описании все ваши покупки на Озон будут еще выгоднее. В общем, все ссылочки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok У нас как кута солярка идёт Откуда? А вот очень хороший вопрос Погнали Эть! Почти, почти О! О-о-о, хорошо как, да? Свежо сразу стало. Никакого вам кислородного отравления. Так, слегка все-таки подкорректировали. Тут еще немножечко зажигание. Погнали. Давай-давай-давай-давай-давай вниз. Стартер уже начинает нас это самое. Короче, говорит, отстаньте от меня, вы мне уже надоели. Так, еще маленько подкорректировали зажигание. Так, ну, поехали. Стрельнула? Во вкус? Во вкус. Рановато. Так, ну, давай пробовать. Это хорошо. Значит, она сгорает. Она сгорает, но не работает пока. Да, а что она даже на вот этом? Ну, вот. Мне тоже очень стало интересно. Ну, можно кому ждать. Так, давай еще раз ульку крутанем, посмотрим, что ж тут получается. Стартер хорошо. Нет, я не убирал. Я ждал, пока он чуть-чуть нагреется. Он с феном работает. Я вижу, что он с феном работает. Какая-то интересная история, да? Стой, заглуши. Давай, спустя, не дуй. Ура, он работает сам. Подожди, блин. Вот надо вот это вот все вот закрыть. Выпил опять. Все в масле, блин, у меня теперь тут. Масло летит, но прикол в чем? В том, что вы видели, он завелся и он работает. Сейчас мы еще чуть-чуть ему зажигание подкорректируем. А вот, маконта есть. А вот, маконта есть. Я не знаю, у коленей, откуда же у меня масло летит. Вот так надо было поплотнее закрыть. Так, опять весь в масле, все нормально, все хорошо, с цепи похоже. Что вы все, упали все на пол сразу? У нас бы сигнализация не сработала, вот это нормально. Ну что, друзья, смотрите, очень все даже замечательным образом получилось. Двигатель у нас завелся, работает. Давайте попробуем, знаете что? Вот так, контрольный пуск ему сделаем. Заводится. Не видно, да? Что-то видно, дым, да, один видно? Но это хорошо. В общем, ребят, смотрите, нет ничего невозможного. На самом деле, даже из бензинного двигателя можно сделать дизельный, поставить аппаратуру, подать ему топливо, ДТ. И все будет работать очень даже замечательно. Поэтому у меня на этом все. Смотрите продолжение, обязательно подписывайтесь, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну все, пока. Давай загоняй свою Тойоту, мы сейчас ее на дизельную переделаем. Че ты? Я бы своего переделал, но, блин, боюсь, не потянет.